Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я пришла посеять небольшую грядочку редиса в холодную теплицу, неотапливаемую, для получения раннего урожая. Потому что все знают, кто имеет вот свои теплицы, что каждый старается использовать вот это теплое пространство в теплице как можно эффективнее. И вот в то время, пока здесь еще не растут перцы, до высаживания перца еще очень-очень далеко, здесь можно вырастить много чего. Вот вчера я посадила капусту, сегодня я пришла для внука маленькую грядочку редиски посею, в следующем углу потом я там буду сеять лук на перо, салат. Все это успеет вырасти до того, как я начну высаживать сюда перцы. Потому что сейчас средина апреля, буду высаживать только в мае через месяц. И если я подберу правильно вот эти все скороспелые сорта, которые очень-очень скороспелые, я за этот месяц успею вырастить урожай редиса. Я сейчас расскажу, как сеять редис, но даже начинающие, наверное, знают, как это делать. Посев очень простой, похож так же, как на капустный. В принципе, у них и семена, вот видите, семена редиса, они очень схожи с капустными семенами, поэтому их не рекомендуется заглублять. Они также любят свет. Нужен свет, тепло и полив. Я потом, конечно, буду еще сеять, как волнами. Для того, чтобы был постоянно редис на столе, нужно сеять примерно через недельку, через 10 дней. Ясно, что сразу много редиски мы не сможем съесть, поэтому я сейчас сею 5 редков. Этого достаточно для первого урожая. Следующую грядочку я сделаю побольше, тогда уже будут огурцы, и, возможно, будет использовать редиску в салате. А первый редис у меня будет вот скороспелый, немного, как сею. Обыкновенно, так же, как для капусты, копаем грядку, маркирую дорожки, вот, редки, сею редками. Но тут я уже не делаю, как для капусты, заглубление, а делаю вот таким вот маркером, такие дырочки. Семена тоже не очень крупные, заглублять их сильно нельзя. Вот видите, вон они у меня, семечки, они не очень далеко. Сейчас покажу, не знаю, где видно, нет, вот, видно. Вот она семечка, полтора-два сантиметра, не больше, поэтому я знаю, я вот взяла старый пустой маркер, я знаю, что я вот до такого расстояния его в землю погружаю, видите, он дальше не замаран. Глубже я уже не делаю, потому что будет схожесть, всходить будут дольше. Вот у меня на одном и том же, на одну и ту же глубину я его заглубляю, и получаются аккуратненькие дырочки одинаковой глубины. Поэтому всходить они будут дружно все вместе. Если глубину делать, какую попало, одна меньше, другая больше, какая-то взойдет редиска раньше, какая-то дольше. Расстояние делаю произвольное, вот тут 3-4-5 сантиметров. Очень загущать нельзя, потому что она вытянется, она вытянется, будет мелкая и будет, ну, чем реже, тем качественнее получается продукт. Можно, конечно, сеять и россыпью, как капусту, вот так по рядкам, но это в том случае, если у вас много семян, и вы потом проредите. Но оставлять нужно именно вот не меньше 2-3-4 сантиметров, тогда плод будет не деформированный. Если вот круглый, шарообразный, то круглый. Если какой-то другой формы, то другой. Все, я разложила все семена по одной штучке. Ничем присыпать не буду. Я, как всегда, вот эти же хребты между рядья, просто вот так раздвигаю. Все, все дырочки закрылись. И по тем местам, где у меня были дырочки, я очень-очень хорошо поливаю. Опять же, всю грядку я не поливаю, потому что грунт здесь очень влажный, тут сугробы все растаяли, сюда пришло. Все, вот это посев редиса. Теперь, я вот когда затягиваю, я сейчас сняла пленку, чтобы досеять капусту, вот видите там пленка, я всю-всю эту половину, которую я засеяла капустой, редиской, я всю прикрываю пленкой. Вот чем достоинство вот такого посева раннего, потому что влажный грунт, прикрытый пленкой, он не требует полива. До самых всходов не нужно будет делать ничего. Вот несколько дней, 3, 4, 5 дней, ну смотря какие семена, иногда даже 6, можно сюда не заглядывать. Ну как только появятся первые розетки, фигурные листики, вот редиски, ну или даже капусты пусть, любые, я сразу пленку снимаю. Все, сейчас посажу вот эту редиску, сейчас еще два слова скажу о сортах. Так, если вы сеете в теплице, не на постоянном месте, которое на все лето свободно у вас, а там, где следующие еще будут у вас высажены, конечно, выбирайте самые скороспелые сорта. Я вот всегда высаживаю французский завтрак, или есть еще 18 дней называется. Вот, 20-25 дней, я как раз высчитываю, неделю на схожесть, пока взойдут, и 20-25 дней на формирование урожая. Все, через месяц это место у меня будет свободно, мы уже скушаем эту редиску, и сюда сядут перцы. Также вот ультра, написано, сорт скороспелый, дружно. Почему разные? Потому что вот это у нас продолговатая, цилиндрическая, это круглая, шаровидная, чтобы были разные сорта. Все, подбирайте скороспелые сорта, высевайте, и через месяц у вас будет ранний урожай витаминной продукции. Редис очень вкусный, очень полезный. Сейте, кушайте. До свидания, желаю успехов!